Библейский портал экзегет.ру представляет Шестнадцатая глава книги «Премудрость и Соломон» Я читаю синодальный, самый наш традиционный перевод для библейского портала «Экзегет». В предыдущих главах долго и подробно рассказывалось о том, как плохо поклоняться идолам, насколько бессмысленно, когда человек изготавливает изображение Бога, и оно лишено жизни, и в то же время этот человек начинает просить этого якобы Бога о том, что нужно ему самому. Ну и, конечно же, в шестнадцатой главе гораздо более подробные примеры нужны для того, чтобы показать, как это было в истории, а «Премудрость Соломона» пишется, скорее всего, в Египте. И Египет был местом, где состоялись египетские казни, откуда израильтяне ушли, освободившись от египетского рабства, и тем самым было явлено превосходство единого Бога над египетскими богами, над всей этой очень сложно устроенной их религией. Посему они, то есть язычники, в данном случае египтяне, достойно были наказаны через подобных животных и терзаемым множеством чудовищ. Да, тут деление на главы, конечно, оно совершенно искусственное, поэтому прямо посредине мысли возникает новая глава, и мы утрачиваем, начиная читать шестнадцатую. В конце пятнадцатой было сказано, что египтяне поклонялись животным, считая их богами. Действительно, многие египетские боги имеют голову в животных. Вот, и они были наказаны через животных. Часть египетских казней была связана как раз с животными, там, жабы, мухи. «Вместо такого наказания ты благодетельствовал народу твоему. В удовлетворении прихоти их ты приготовил им в насыщении необычайную пищу перепелов». Это во время странствования по пустыне тоже перепела, тоже живые существа. И вот он им послал, израильтянам, эту пищу. «Дабы те, мучимые голодом, по отвратительному виду насланных гадов, отказывали необходимому позыву на пищу». Имеется в виду египтяне, которые после того, как там жабы у них всюду прыгали, в общем-то, не могли даже поесть нормально. А эти, кратковременно потерпев недостаток, вкусили необычайной пищей. Ну, вообще, перепела и сегодня считается деликатесом. Ибо тех притеснителей должен был постигнуть неотвратимый недостаток египтян, а этим израильтянам только нужно было показать, как мучались враги их. Значит, и то, и другое педагогика, и то, и другое объяснение людям, кого надо почитать. «И тогда, как постигла их ужасная ярость зверей и египтяны, они, истребляемые угрызениями коварных змеев, гнев твой не продолжался до конца». Это про то, как змеи стали кусать израильтян в пустыне. «Но они были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминание о заповеди закона твоего, ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но тобою, спасителем всех». Такой тяжелый перевод, и не всем, конечно, это хорошо знакомо. Идет речь про то, как израильтян стали кусать змеи в пустыне, и Моисей велел сделать изображение змеи, вознести его на шест, и, соответственно, один взгляд на этого змея избавлял от последствий укус ядовитых змей. И, конечно, он говорит, исцелял не змей, не его изображение, но Господь. «И этим ты показал врагам нашим, что ты, избавляющий от всякого зла, не бы их убивали уязвления саранчи и мух египтян, и не нашлось врачевства для души их, потому что они достойны были мучения от этих самых саранчи и мух. А сынов твоих не одолели и зубы ядовитых змеев, ибо милость твоя пришла на помощь и исцелила их. Хотя они были уязвляемы в напоминании им слов твоих, но скоро были исцеляемы, дабы, впав в глубокое забвение оных, не лишились твоего благодеяния». Соответственно, змеи были насланы на израильтян для того, чтобы те отвратились от очередного уклонения в язычество. «Ни трава и ни пластырь врачевали их, но обычные средства медицины того времени. Но твое, Господи, всеисцеляющее слово. Ты имеешь власть в жизни и смерти, и не сводишь до врата, да и возводишь. Человек по злобе свое убивает, но не может возвратить исшедшего духа и не может призвать взятой души». Вот, соответственно, ты, Господи, даешь нам это, а мы не способны, уж тем менее идолы, которые сделаны руками человека. «А твои руки невозможно избежать, ибо нечестивые, отрекшиеся познать себя, наказаны силой мышцы твоей, быв преследуемы необыкновенными дождями, градами, неотвратимыми бурями и истребляемы огнем». Вот про казнь египтян. «Но самое чудное было то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, все погашающее, ибо самый мир есть поборник за праведных». Здесь, очевидно, некое предание, что был огонь, который в огне, в воде только сильнее разгорался. Но, собственно говоря, в библейском тексте мы такого огня не находим, некоторая такая вот легенда. «Иногда пламя укращалось, чтобы не жечь животных, посланных на нечестивых, и чтобы они, видя это, познали, что преследуются судом Божьим. А иногда и среди воды жгло сильнее огня, дабы истребить произведение земли неправедной». Это, вероятно, связано с историей исхода, потому что там столб огненный, облачный и столб огненный были, и это так или иначе оказывало свое действие на египтян, преследовавших израильтян. «Вместо того народ твой ты питал пищу ангельскую и послал им нетрудящимся с неба готовый хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого». Имеется в виду манна, которую они ели в пустыне. «Ибо свойство пищи твоей показывало твою любовь к детям, ну, дети израильтяне, дети Божьи, и в удовлетворение желания вкушающего изменялось по вкусу каждого». В Библии мы тоже, пожалуй, такого не найдем. Это некоторое толкование. Видите, вот уже в этой книге, она же не каноническая, она где-то вот на границе Библии и не Библии. И уже такое толкование, что манну каждый ее ел и чувствовал вкус своего любимого блюда. Вообще-то в Библии не совсем так. Вот в книге «Исход». «Ибо свойство пищи твоей показывало твою любовь к детям, и в удовлетворении желающего вкушающего изменялось по вкусу каждого. А снег и лед выдерживали огонь и не таяли, дабы они знали, что огонь, горящий в граде и блистающий в дождях, истреблял плоды врагов». Тоже вот некоторая такая легенда. «Но тот же огонь, дабы напитались праведно, и терял свою силу». Такой фар-вол, да, который пропускает тех, кого надо. «Огненная стена», вообще-то переводится с английского, пропускает тех, кого надо, и уничтожает тех, кто не должен пройти к источнику воды. Что это было, я, честно сказать, не знаю. Но вот легенд довольно много, и здесь уже библейские повествования обрастают дополнительным материалом. «Ибо тварь служа тебе, творцу», тварь имеется в виду сотворенное, это не ругательство здесь, «устремляется к наказанию нечестивых и утихает для благодеяния верующим в тебя». То есть сам сотворенный мир спешит покарать язычников и послужить верующим в единого Бога. «Посему и тогда она, тварь, то есть сотворенная, изменяясь во все, повиновалась в твоей благодати, питающей всех по желанию нуждающихся». Значит, мир подстраивался, грубо говоря, вот этот тварный мир подстраивался под израильтян, чтобы им было хорошо. Ну, историю исхода она примерно это и описывает. «Дабы сыны твои, которых ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, значит, не различные фрукты и овощи, но слово твое сохраняет верующих в тебя. Ибо неповреждаемый огнем, будучи согреваемым слабым солнечным лучом, тотчас растаевал». А вот опять-таки это про манну, по-видимому. «Дабы известно было, что должен предупреждать солнце благодарением тебе и обращаться к тебе на восток света». То есть нельзя оставлять манну просто так, а нужно пойти и, собрав, поблагодарить Бога, и потом она уже будет пригодна для пищи. «Ибо надежда неблагодарного растает, как земний иний, и вырится, как негодная вода». Вот смотрите, как интересно, много всяких деталей из библейского повествования, какие-то еще добавлены к нему, потому что у всяких легенд и преданий свойства разрастаться, и общий смысл их в любом случае понятен. Господь делает так, что сам тварный мир становится для верующих в него благотворным, становится удобным и спешит помочь им. Эта тема будет продолжена в следующей главе, даже не только в ней, но и дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok